Я говорю это уже 10 лет, и меня игнорируют уже 10 лет, но у нас заканчивается время. Вы когда-нибудь задумывались, сколько времени пройдет до того, как глобальные корпорации начнут контролировать каждый аспект нашей жизни? Эдвард Сноуден предполагает, что это может произойти уже через 5-10 лет, и для этого будет использоваться искусственный интеллект и блокчейн. Не знаю, видели ли вы его выступление на биткоин-конференции, где участвовали Майкл Сейлор и Дональд Трамп. Кстати говоря, речь Дональда Трампа я перевел полностью, и если вы ее не видели, ссылка в описании. И я обещаю биткоин-сообществу, что в тот день, когда я приму присягу, антикриптовалютный поход Джо Байдена и Камалы Харрис будет закончен. В любом случае, эта биткоин-конференция была прекрасной возможностью для людей поговорить о применении биткоина, о его безопасности, приватности и будущем. Но в итоге обсуждение свелось к одному слову – свобода. Свобода в том плане, что биткоин невозможно отследить, он децентрализован, имеет распределенную бухгалтерскую книгу, в нем есть некие экстраординарные аспекты и так далее. Но когда речь идет о свободе и безопасности, Эдвард Сноуден – это что-то между пророком и героем в этой сфере. Несмотря на его необычайно скромный и смиренный подход как к риторике, так и к прогнозам, он считает, что мы стоим на пороге чего-то очень-очень монументального. И нужно отметить, что этот человек никогда не любил грандиозные выступления, так что нам нужно прислушаться к тому, о чем он говорит. На этой биткоин-конференции он говорит, что всего через 5-10 лет нас ожидает глобальный цифровой паноптикум. Неважно, либерал ли вы или консерватор. Если вы выделяетесь, если вы поднимаетесь, вы станете ненормативным или скорее аномальным. Это то, чего я боюсь. И это может произойти довольно быстро. Вся информация о транзакциях, которую они могут получить, находится в блокчейне. А блокчейн биткоина доступен любому, бесплатно и в любое время. Да? И как вы обучаете эти модели? Для этого вам нужны наборы данных для обучения. Вам нужен набор данных. Вам нужен ИИ. Поэтому они собираются собрать всю информацию. Все, что можно. Они впитают все это и пропустят через свой ИИ. И эти модели будут самообучаться. Думаю, это будет проще всего. Как выглядит обычная транзакция? Они будут понимать, как выглядит 95% обычных транзакций. Затем они будут переходить к тому, что является аномальным. Странным. Что выходит из общего ряда. После этого они начнут уменьшать количество аномальных транзакций с 5 до 3%. А затем попытаются сделать эту цифру еще меньше и меньше. И так до тех пор, пока люди просто не превратятся в отчеты, складывающиеся в их терминал. Эти отчеты будут говорить. Только что произошло это. Это только что произошло. А затем терминал спросит, разрешить? И банковский служащий нажмет ОК, чтобы разрешить вам что-то сделать в жизни. Разрешить вам совершить сделку. Разрешить торговать. И так будет не только с биткоином. Это будет и с визой, и с мастер-кардом. Это будет везде. Это будет PayPal. Неважно, подпишетесь ли вы на аккаунт OnlyFans или что-то в этом роде. Это сейчас популярно. Многие люди не хотят в этом признаваться. Они не будут этим гордиться. Но это заставит учреждения задуматься, а хотим ли мы продолжать деловые отношения с этими людьми. Есть ли риски для бренда? Я думаю, нам действительно нужно подумать о том, как обеспечить безопасность транзакций в сети биткоина в будущем. Я говорю это уже 10 лет. И меня игнорируют уже 10 лет. Но у нас заканчивается время. И опять же, сейчас каждый раз, когда вы находитесь в этой сети, а я люблю эту сеть, я много раз пользовался ею, вы будете пополнять их набор данных. Пространство для всех людей, для любого вида частного взаимодействия уменьшается. Итак, Сноуден предупреждает, что в течение 5-10 лет самообучающиеся модели на основе огромного количества данных и информации будут отслеживать каждый аспект нашей жизни с помощью блокчейна, чтобы создавать модели прогнозируемого поведения и с их помощью контролировать нас. Эти модели будут контролировать то, дадут ли вам кредит, возьмут ли вас на новую работу, и как именно вы будете участвовать в рынке и в обществе. Интересно, что Эдвард Сноуден был человеком, который говорил нам, что приватность как таковая находится под угрозой. Находится в Красной книге, что приватность станет товаром. Что прячется под приватностью? Там обычно скрывается стыд и страх. И идея о том, что стыд можно использовать для контроля над людьми, странно примитивна. Учитывая, что мы якобы обсуждаем передовые технологии, криптовалюты, искусственный интеллект, роботов, трансграничные средства транзакций, иногда даже трудно понять, о чем именно мы говорим. И все же, как это часто бывает, все сводится к чему-то необычайно человеческому. Например, к чувству глубокого стыда или потребности уединения, потребности контролировать и хранить свою информацию. Это напоминает мне, как раньше твердили о том, что если вам нечего скрывать, вам нечего бояться. Что ж, кто может сказать это в наши дни, когда постоянно меняются параметры того, что становится причиной стыда или страха? Но если Эдвард Сноуден обеспокоен этим, то, видимо, это то, на что мы должны обратить свое внимание. Биткоин, как я верю, в идеальной ситуации должен являться возможностью совершать сделки вне поля зрения института управления и контроля. Вне контроля центральных банков и крупных корпораций. Но, по словам Эдварда Сноудена, даже он может стать еще одним механизмом для контроля, манипулирования, слежки и, полагая, в конечном итоге цензуры. Именно поэтому Эдвард и предупреждает, что нам нужно подумать о том, как обеспечить безопасность транзакций биткоина в будущем. Но как это сделать, если они впитают его через спотовые ETF? Если они возьмут все наши данные, которые мы сами же и отдаем им на криптовалютных биржах, или тех же спотовых ETF-ах, или через крипто-кошельки, которые требуют пройти процедуру, зная своего клиента. И как мы будем контролировать свою приватность в блокчейне биткоина, когда крупнейшие страны мира уже буквально устраивают гонку за то, кто добудет оставшиеся биткоины и кто их будет контролировать? Дональд Трамп говорит, что Соединенные Штаты Америки должны намайнить все оставшиеся биткоины. Но на этом фоне мы видим, как Российская Федерация подписывает легализацию майнинга. Но это только то, что я думаю. А вы дайте мне знать, что вы думаете в комментариях. И не забывайте ставить лайк и подписываться на канал. Увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok